Мы плавно переходим к другой части. Я хочу, чтобы мы продолжили как раз изучение фрикционного теста, и мы сможем это сделать, все присутствующие в зале смогут это сделать прямо сейчас. Поставьте руки перед собой и выполним простые движения. Медленно поднимаем руки вверх, медленно опускаем руки вниз. Нам, собственно говоря, необходимо научиться выполнять эти движения плавно и медленно. Теперь пальцы расставьте, вот так, чтобы большой палец стоял вот у вас, более горизонтально был. Еще раз медленно вверх, медленно вниз. Теперь поднимаем одну руку, другую оставляем на месте, опускаем. Еще поднимаем, опускаем. Другую руку поднимаем медленно, опускаем. Еще руку поднимаем, опускаем. Теперь выполняем движение от себя и к себе. От себя, медленное, плавное, к себе. Теперь одну руку двигаем вперед, другую руку двигаем к себе. Выполняем другой рукой теперь это движение. Еще медленно и плавно, не быстро. Это не должно быть движение от одной точки до другой. Это медленное, плавное движение. Теперь попробуем выполнить движение вперед и назад вместе. Да, то есть одной рукой назад, другой рукой вперед. Теперь одной рукой вверх, другой рукой вниз. А теперь попробуйте более сложные движения. Вы двигаете рукой вперед, одной быстрее, а другой медленнее. Одной рукой быстрее, а другой медленнее. Вверх двигаете одной рукой быстрее, а другой медленнее Еще одной рукой, обеими руками двигаете Движения медленные и плавные, не быстрые Двигательные единицы формы – это не быстрые движения И теперь объединяем движения Мы двигаемся как будто по шару То есть у вас будет движение и вперед, и вверх И теперь двигаем по этой траектории шара Одну руку чуть быстрее, другую руку чуть медленнее Одну руку чуть быстрее, другую чуть медленнее Меняем руку, другую руку чуть быстрее, другую чуть медленнее Теперь повернитесь в пары Да, коснитесь большими пальцами друг друга. Хочу подчеркнуть, кора головного мозга и проекции, как двигательные и сенсорные, в большом пальце столько же, сколько ко всему туловищу. Поэтому тест большого пальца. И теперь выполняем то же самое. Движение, ну уже можно чуть, да, вверх-вниз вместе. И теперь можно уже сразу, ну, руки хирурга уже сразу. И теперь вот такое движение. Итак, давайте вместе. Сначала вверх-вниз, медленно и плавно вверх-вниз. Теперь на себя, от себя. На себя, от себя. Да, большие пальцы не отрываются. Обратите внимание, контакт пальцев какой? Не кончиком, а большей площадью. Да. Итак, продолжаем. Так. Теперь усложняем движение на себя, но одно быстрее, другое медленнее. Да, то, что мы и делали. Давайте так. Так. Вверх двигаем, но одно быстрее, другое медленнее. Это, как правило, легче получается. Одно быстрее, другое медленнее. Движение медленное и плавное. Лучше смотреть на пальцы, потому что не надо пытаться ощущать другим способом. Необходимо зрительный контроль, чтобы увидеть, как это все изменяется. И теперь сразу же переходим к этому тангенциальному движению по сфере. И назад. Одна рука быстрее, другая чуть медленнее. Повернитесь. Один человек спиной к другому. Сначала так, а затем наоборот. Параллельно стоят пальцы. Поправьте, если не так, потому что я сбоку смотрю. Спасибо. Медленно и плавно наклоняемся вперед. Сначала взгляд вниз. Затем наклоняем голову. Стоп. Видно асимметрию? Да. Видна асимметрия? Видно. Слева. Где было выше? Слева. Слева. Пожалуйста. Параллельно стоят мои пальцы. Наклоняем медленно и плавно. Параллельно спускается. Хорошо. Значит, самое главное, не давить слишком сильно, не опережать движение. Как в танцах. Не быть ведущим. Быть ведомым. Но и удерживаться. Не отставать от партнера. Две ошибки. Либо не успеваем за партнером. Давай сама. Параллельно спалить. А можно, чтобы вам было лучше видно самостоятельно? Пробуем, пробуем. Ставьте не на волосы в начале, а на шею. На волосах будет проскальзывать менее... equipment. Наклоняем его. поставьте вот там, где были мои пальцы вот здесь вот эти ровно сначала да, да просто ровно поставьте и теперь наполнение вот течет я же течу пальцем вот я вот течет вот я вот течет я как бы так несимметричная черная да, ты знаешь да 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 я насколько ошибиться я не могу спасибо конечно просто отказывается и ты там у меня два ночи да да это так же как ощущение я хочу просто понять что это я душу с но конечно вы немножко вы немножко вы 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 сделаю экстензию делаю ротацию экстензия ротация и флексия так сделаем все это я ощущаю под пальцем то есть движение пришлось мне и дальше вдох выдох выдох еще и выдох ну и сейчас мы смотрим наклони голову наклони выпрямь наклони то есть все это уже ушло и поскольку головные боли у нее то нужно посмотреть атлантоакцептальное сочленение ну и лучше лежа смотреть но чтобы было наглядно я попробую сделать это так расслышься и здесь есть ригидность удивительно что нет нет скрученного таза потому что как правило скрученный таз появляется а здесь изменения здесь нет грудной и шея может быть поэтому да ну и чтобы там далеко туда не лазить да мы что я ставим в проекцию второго ребра поэта отводим до первого такого легкого сопротивления отводим локоть дави мне локтем на мою руку и расслабься еще раз это через пир да правильно расслабься еще раз расслабься так и с этой стороны сделаем давай вперед выхожу хорошо еще хорошо и еще хорошо так ну и сейчас повернись сейчас есть какое-то ощущение в глаза в голове немного кружится немножко кружится ну постой немножко кровоток сразу меняется наверное прошло прошло голова не болит есть такое ощущение как будто глаза открылись да то есть легче стало в голове ну да ну здесь регулируется отток крови и основная причина в этом и я говорю что конечно здесь нужно регулировать на разных уровнях и так далее но просто здесь как демонстрация для того чтобы было понятно что все это возможно сделать что это на самом деле не так сложно все можно одеться а и каждый раз я хочу узнать ваше мнение вот этой девочки назначена в комплексе лечения ну начнем как на мой взгляд более действенное это лазер шейного и грудного верхнего грудного отдела позвоночника на уровне хондроза 3 может быть даже 4 курса в год массаж общий дифференцированный массаж и лечебная гимнастика конечно и обязательно на мой взгляд это мануальная терапия да ну здесь хотя бы 3-4 процедуры нужно сделать но дело в том что ну скажем если не делать можно с этим справиться и не делаем собственно говоря мануальную терапию не обязательно просто желательно потому что быстрее эффект а вот здесь как бы иритация идет по периартериальным вертебральным сплетениям и даже если выраженной клиники нет все равно сосудистые влияния они всегда очевидны в этом случае это такой элемент задней шейного симпатического синдрома и потому вот этих больных вот мы с ними работаем очень хорошо переменны мобильное поле переменны мобильное поле да делается это на шейный отдел вот в области ближе к субакцепитальной области вот и это помогает снять эти головные боли и все это делает увлекает нас совершенно спасибо большое пожалуйста спасибо вопросы еще есть извините пожалуйста это конечно Алексей Егорович мы нагружаем здорово но накопились такие больные которые ну не совсем понятны вот допустим мальчик зайцев пройди пожалуйста сюда возьми с собой все документы он наблюдается с двенадцатого года по поводу боли в грудном отделе мы назначали ему и он выполнял регулярно стандартные курсы лечения подключением массажа санаторное лечение магнитотерапия амблипульс лазер эффект был но очень кратковременный один одна две три максимум три недели все опять возвращается болевой синдром что на МРТ выявили и два года назад и сейчас недавно делали подтверждают протрузия диска седьмого восьмого и восьмого девятого двух дисков незначительная протрузия до трех миллиметров и просто мне вот как-то не верится что такая вот незначительная протрузия может вызвать стойки не поддающиеся никакому виду лечения стойки болевой синдром ну расскажи что тебе беспокоит боль в спине постоянная героическая как с утра и часов до восьми пока наложусь то есть как просыпаешься уже боль да? давно появилось? как тяжело третик значит штанги таскаешь да? как сейчас и сейчас нет а так до этого четыре года занимался потом по соревнованиям заболел пошел за чем общался к левому поставил ну вы знаете это особая вот стезя спортсмены это особая категория людей и с ними работать всегда очень капризная категория людей почему потому что у них есть цель они добиваются и они тебе не слышат когда ты им говоришь что это такое не слышишь у них это важно тренер это на первом месте и так далее ну что можно сказать да? по поводу этой ситуации немножко побольше кифоз здесь да? кифозирование вот в этой зоне некоторое воплощение кифоза да вообще снимки нашлись нет ли там шайермана мало нет? ну было пока что и на шайермана мало но потом как-то не подтвердилось не подтвердилось не подтвердилось текущих процессов и судя по всему их нет да? на МРТ да четко сказано что других нет потому сейчас мы поработаем продиагностируем все это дело наклоняйтесь выпрямились вот здесь нет при наклоне еще раз нет выражено но кстати наклоняются они не полностью это может в конце движения давайте еще раз дальше не могу тогда давайте сделаем я вас держу вы не упадете максимальный наклон сделайте видно ограничения да? да около 20 сантиметров дефицит сгибания вправо влево наклонитесь влево влево голову ниже ну здесь также такая ситуация да? корловидные лопатки и понятно что вот этот дисбаланс мышц который совершенно очевиден он играет определенную роль но он может быть отчасти запущен отсюда из этого сегмента и давайте посмотрим обычно обследуя садитесь как как на коня обследуя значит ротацию да? плечом фиксируем голову да? третья рука одна здесь одна здесь одна здесь фиксируем голову да? и совершаем поворот и видим что есть ограничение влево давайте здесь фиксируем это чтобы ось не нарушилась и есть ограничение то есть у него перегружен верхний пояс здесь напряжение трапецизных мышц и нам в этой ситуации есть проблемы шейного отдела в этой ситуации я хочу продемонстрировать что мы можем работать не шейным непосредственно да? отъем с верхнегрудным отъемом дави не сильно слегка и расслабься еще и расслабься еще то есть фиксация это здесь в шейно-грудном переходе так здесь вперед да? расслабься еще расслабься еще и расслабься ну вот сразу если вы видите расслабься терпецизные мышцы вот и поскольку он говорит что у него постоянно эти боли в течение дня давайте мы вот что-то сделаем и посмотрим сейчас поделитесь сейчас есть боли? да есть боли, да? да садитесь ну давайте дальше обследовать наклони голову медленно наклоняй медленно хорошо выпрямь наклони выпрямь наклони выпрямь справа, да? можно и дальше смотреть а можно остановиться еще на коне то есть справа и мы должны найти там где начинается эта дисфункция да? то есть на этом уровне и поработать есть такая эта техника она выполняется в положении сидя значит что мы делаем мы находим то место где блокада да? дальше сделаем что? экстензию да? ротацию и легче сделаем вдох и выдох еще и выдох и еще и выдох возвращаем в исходное положение встань можно можно обследовать но мы уже изначально стоя обследовали так наклонись стоп вначале голову потом плечи а потом уже дальше давай хорошо выпрямь наклонись выпрямь наклониться 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 он тихо сказал нет боли да там видно это визуально здесь понимаете здесь конечно сядьте опять я вот смотрите вот это уплощение некоторое на уровне двух сегментов верхней грудной оно осталось и ну скажем это требует как бы дальнейшего изучения если нет рентгенового снимка вот руками то это можно делать руками наклонить голову выпрямить наклонить и что здесь можно здесь есть симметричное ограничение движения но более функционально они были не за счет этого они были за счет выше лежащих сегментов вот потому ну конечно более подробно это нужно было бы работать с ним но сам факт снятия болевого синдрома вот это он здесь продемонстрирую есть вопросы можно там было ограничение продемонстрирую пожалуйста как уже меньше да было 25 примерно а сейчас 10 осталось но это не обязательно он должен доставать его понимаете потому что мы когда стараемся сделать так как в среднем да то у нас получается вообще ерунда какая-то но во всяком случае ему стало лучше и вот при повторных процедурах можно с этим делом еще раз разговаривать спасибо большое спасибо 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 спасибо